5 акций, которые могут удвоиться в цене в следующие 5 лет Всем привет! В этом видео мы разберем 5 крутых акций на российском рынке, которые могут удвоить ваш капитал в следующие 5 лет И я реально делаю сам ставки на эти бумаги и считаю, что через 5 лет они могут стоить ровно в 2 раза дороже Я рекомендую вам досмотреть этот ролик до конца, чтобы не пропустить ни одну из этих идей И обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что за этими идеями на этом канале мы еще будем следить Что ж, давайте не будем тратить время и начнем И первая акция, о которой я хотел бы сказать, это Novotec Novotec это очень крупная нефтегазовая компания За 2021 год она добыла около 12 миллионов тонн нефти и почти 80 миллиардов кубометров природного газа Производство компании растет с каждым годом, то есть это реально растущая компания А к 2025 году ожидался очень существенный скачок Компания планировала увеличить добычу газа на 36% Более 80% газа и 40% жидких углеводородов компания поставляет на внутренний рынок Этот рынок хоть и защищен от санкций, но с точки зрения маржи является не самым интересным Порядка 40% выручки компании приходится на реализацию продуктов с высокой добавленной стоимостью Из них чуть более 60% входило в США и ЕС и порядка 36% в страны Азии Так вот, с большей вероятностью в США и в Евросоюз поставки будут значительно снижены Так вот, это может быть компенсировано перенаправлением потоков в Азию С СПГ это сделать достаточно просто Конечно же могут возникнуть сложности с логистикой и это потребует время Но с другой стороны СПГ это не трубопровод и тут все будет гораздо проще Что еще следует отметить, так это данные за первый квартал, которые были на самом деле достаточно позитивны И рассмотря на эти производственные данные, я надеюсь, что второй квартал будет не хуже В чем еще очевидный плюс Новотека? В том, что у него есть такой уникальный актив, как Ямал СПГ Это полуостров Ямал за полярным кругом Это место, где достаточно легко удается сжижать природный газ И, соответственно, это дает очень высокую маржинальность и низкую себестоимость Там маржинальность чуть ли не 70-80% по EBITDA То есть это просто шикарный бизнес и очень и очень классный актив Так вот, доля Новотека тут 50% Смотрите, в чем интересная история Интересная история заключается в том, что Новотек будет запускать подобные проекты Такие же, как Ямал СПГ На мой взгляд, в принципе, Новотек сейчас стоит столько же, сколько стоит его доля в Ямал СПГ Особенно бы, если бы не было санкций Так вот, что нужно сказать по поводу строительства новых заводов Новотека Смотрите, строительство вот этих вот заводов для компании является основным драйвером роста На самом деле, продукция их предназначена в основном для азиатских рынков И надо сказать, что по вот этим вот новым заводам санкции как раз-таки могут ударить сильнее всего Ну, давайте с вами разбираться Новотек это вообще-то растущая компания Они планировали нарастить производство СПГ примерно в три раза Ребят, в три раза к 2030 году Так вот, Арктик СПГ-2 должен был запускаться Первая его линия должна была запускаться в 2023 году А целиком он должен был запускаться в 2026 Так вот, тут у нас после введения санкций стали ходить всякие ужасы о том Что теперь, соответственно, проект не достроят И что же теперь будет делать Новотек будет лишен всех драйверов роста И как же это, соответственно, на всем скажется Да, действительно, из-за политического давления Некоторые зарубежные партнеры компании Новотек Главный партнер это TotalEnerges Они, наверное, не будут участвовать в финансировании этого проекта и в работе Пока непонятно, что бы уделать китайцы Китайцы, скорее всего, будут участвовать Но, опять же, не факт И с точки зрения привлечения новых инвесторов из-за санкций Тут, может быть, будет все проблематично Ну и основная эта проблема заключается в том Что ЕС ограничила поставки в Россию оборудования для сжижения природного газа На самом деле, практически все оборудование делается за рубежом Надо сказать, что заменить такое оборудование достаточно сложно Отечественные разработки в этом направлении, они есть И это очень важно понимать С другой стороны, сам менеджмент Новотека, тот же самый Михельсон Они говорят, что эти наработки достаточно сырые, но они есть То есть, они работают, они сырые, они есть, но они не очень хорошие То есть, в принципе, все это можно доделать На самом деле, первая линия Arctic SPG-2, она завершена на 98% Мощность там около 6,6 миллиона тонн в год Оборудование для завершения этого проекта Оно на самом деле было законтрактовано еще до введения санкций Но поставлено пока еще не в полном объеме Так вот, вероятно, ну вероятно на 99% Что этот проект, а именно Arctic SPG-2 Именно его первая очередь Будет запущена в срок Может быть, вторая и третья очередь будут запущены позже То есть, запуск первой линии точно ожидается в 2023 году Да, вторую и третью линию, 2024 и 2026 год Тут может все немножко отложиться Мы точно не знаем, какие там будут масштабы, проблемы Но они, скорее всего, будут запущены Даже если они будут запущены немного позже Кстати, тут еще говорили про то, что Baker Hughes ушел полностью с этих проектов Но, по слухам, Baker Hughes, он как бы ушел Но через посредников-то он остался И там как бы продолжает работать Не факт, но, тем не менее, такие слухи ходят Ну и, конечно же, тут стоит упомянуть рекордные цены на газ в Европе Просто рекордные цены, за счет чего Novotek очень даже неплохо зарабатывал и в 2021 году И может заработать в 2022 году Также надо сказать, что компания сейчас имеет самую низкую долговую нагрузку в нефтегазовом секторе, в РФ И самую высокую прибыльность То есть, это действительно очень и очень маржинальный бизнес Определенный негатив и для Novotek и для Gazprom Соответственно, представляет собой повышение НДПИ на добычу газа в РФ Тут определенные проблемы могут быть Но на инвестиционном тезисе в целом это пока, я думаю, серьезно не скажется Novotek платит достаточно неплохие дивиденды Да, за 2021 год это всего лишь 71 рубль Но по текущим котировкам около 1000 рублей это порядка 7% Но тут видите, какая разница Если вы покупаете Novotek, то вы покупаете 7% дивидоходность Перспективы роста и перспективы роста ваших дивидендов Если же говорить о цене, то цена на Novotek сейчас достаточно низкая Price to Earning 7 Мне кажется, для компании с такими перспективами роста очень и очень неплохо Enterprise Value к EBITDA где-то 4,3 Если форвардная EBITDA за 2022 год будет примерно такой же, как в 2021 году То это очень и очень хороший мультипликатор Мне кажется, Novotek должен стоить 5-6 по Enterprise Value к EBITDA То есть, посмотрите, по 5-6 он даже никогда не торговался Да, даже с учетом санкций, я думаю, что он должен стоить как минимум 5-6 EBITDA Это вот в ближайшие годы То есть, это уже на горизонте 2023 года Это получается 1300-1400 рублей за бумагу акции точно должны стоить Ну а на горизонте 5 лет я вижу удвоение по акциям Novotek То есть, 2000 вполне себе они могут стоить Примерно с этих отметок мы упали Я считаю, что к этим отметкам в течение 5 лет мы вполне себе можем вернуться Тут еще надо сказать, что мы закладываем самые плохие варианты А теперь представьте себе, что будет, если в течение 5 лет геополитическая ситуация улучшится Если санкции будут сниматься Если вернутся поставки оборудования Если вернутся зарубежные партнеры с финансированием То Novotek выстрелит вверх просто ракетой Это будет просто ракета Это будет 2000 уже не в 2025 году А вот ровно в тот момент, когда все это произойдет Да, мы не видим будущего Но я считаю, что даже в худшем сценарии развития событий у Novotek Есть большой потенциал роста И удвоение котировок на 5-летнем горизонте ждать вполне можно Кстати, в телеграм-канале я сравнивал Gazprom и Novotek достаточно подробно То есть, что предпочесть лучше сейчас Что предпочесть лучше на долгосрочную перспективу Сравнивали их дивиденды Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Если вы еще не подписаны Это совершенно бесплатно И там большое количество полезной информации по рынку Это как обзоры рынка, так и обзоры компаний И важнейшие новости, которые нужно знать любому инвестору Ссылочка на телеграм-канал будет в описании под этим роликом Если вы еще не подписаны Я настоятельно рекомендую вам на телеграм подписаться Идем дальше Это Сбербанк Что ж, Сбербанк у нас сейчас стоит порядка 140 рублей за акцию Прифы порядка 133 рублей за акцию Да, теперь западное направление бизнеса для Сбербанка закрыто Сбербанк попал в блокирующий список SDM Соединенных Штатов Ну и, в общем, с европейских рынков Сбербанк теперь точно уходит Но тут нужно понимать, что основной бизнес Сбербанка Он все-таки находится в России и странах СНГ И тут важно понять, сколько же у нас сейчас потеряют банки Ну, СМИ говорили о том, что потери банковского сектора в 2022 году могут составить 3-4-5 триллионов рублей Это такой усредненный показатель Ну, доля Сбербанка там может быть порядка 30-40% Но мне кажется, это очень и очень драматичные оценки Поскольку на самом деле ситуация может быть значительно лучше Давление на капитал банка оказывает и такая вот распродажа серьезная на фондовом рынке Портфель бумаг Сбербанка на 1 февраля составлял 5,14 триллиона рублей Переоценка позиций лишь за 1 январь была 102 миллиарда рублей Да, сначала давление на капитал банка оказывало распродажа активов на фондовом рынке Но, с другой стороны, теперь-то у нас котировочки значительно восстановились А если взять долговой рынок, то по многим позициям на долговом рынке мы уже стоим дороже, чем до начала спецоперации, чем до 24 февраля Теперь о том, что сказал Греф Греф вообще смотрит как-то позитивно на Сбербанк Он говорит, что банк в середине года, могу сказать, наверное, фактически решит все свои проблемы В том числе с формированием резервов А деньги-то у них будут, поскольку дивиденды они платить в этом году не будут Так вот, Греф сказал, что банки потеряли в 2022 году до 1,5 триллиона рублей Так вот, давайте прикинем, если доля Сбербанка будет порядка 1,3, порядка 33%, пусть Сбербанк потерял порядка 0,5 триллиона рублей Так вот, если мы посмотрим на капитализацию Сбербанка, на капитал Сбербанка по последнему отчету Это 5,6 триллиона Давайте вычтем отсюда 0,5 триллиона И что мы получим? Ну, мы получим где-то 5,1 Теперь посмотрим, какая же сейчас у Сбербанка капитализация Капитализация сейчас у Сбербанка порядка 3,1 А это значит, что 3,1 капитализация 5 примерно капитал, то есть Сбербанк стоит примерно 0,6 своей балансовой стоимости А это очень дешево Давайте посмотрим Прайс на BV Прайс на Price to Book Вот сколько у нас стоил Сбербанк То есть мы с вами всегда говорили, что если Сбербанк стоит дешевле единицы, то это уже значительный дисконт Сейчас банк стоит 0,6 капитала Это, ребята, огромный дисконт Это очень существенный дисконт То есть Сбербанк, он с этой точки зрения должен удвоиться То есть если сейчас там капитал порядка 250 рублей на акцию То вот с текущих 130 по тем же Prefam Сбербанк реально должен удвоиться, чтобы стоить один капитал И я думаю, что на горизонте 5 лет это более чем вероятно Более того, если мы с вами подумаем про дивиденды То дивиденды по Сбербанку могут быть уже Ну, скажем так, давайте за 2021 год они дивиденды в 2022 не выплатят Я думаю, что и в 2023 за 2022 они могут не выплатить или выплатить какие-нибудь вообще копейки Но вот в 2024 году за 2023 там могут дивиденды вернуться Эти дивиденды могут составить рублей 25-30, исходя из текущей динамики прибыли Давайте посмотрим EPS на акцию Если они заработают, скажем так, заработали в 2021 году 60 рублей на акцию Если они вернутся к этому показателю То при дивполитике, при выплате 50% от прибыли Мы вполне себе можем иметь 30, ну или хотя бы 25 рублей А если мы возьмем дивидендную доходность Сбербанка Порядка 10%, какой она вроде бы как примерно должна быть То акция Сбербанка должна стоить примерно 250-300 рублей за штуку Ну, а это удвоение с текущих отметок А дивидендная доходность по текущим котировкам у вас может составить 19-20-22% при таком сценарии Но учтите еще раз, что в этом году за прошлый дивидендов не будет Ну и вполне себе вероятно, что в следующем году за этот гон тоже дивидендов не будет Плюс нужно помнить, что Сбер это сейчас не просто банк, это еще и экосистема И в перспективе тех же самых 5 лет вперед У них там прибыль еще за счет этих сервисов всяких может увеличиваться на 20-30% И вообще позиционирование Сбербанка как экосистемы, оно может само по себе увеличить оценку Сбербанка Да, тут негативный вопрос в том, что много нерезидентов в Сбере Нерезидентов у нас не выпускают, и мы все говорили, что вот надо покупать акции, когда нерезов выпустят Но теперь все идет к тому, что нерезов может и вообще не выпустят Поэтому Сбербанк на горизонте 5 лет это та акция, которая также может удвоиться в цене Ладно, идем дальше Теперь поговорим про акции Сегежа Сегежа это крупный лесопромышленный холдинг В состав входят предприятия лесной, деревообрабатывающие, целлюлозно-бумажной промышленности, а также по производству бумажной упаковки Самое классное, что тут есть полная вертикальная интеграция Это около 50 компаний в 13 странах мира У них огромная площадь лесного фонда, там порядка 7 миллионов гектаров А главное, что это практически ничего не стоит То есть они эти площади лесные используют, потом снова засевают, там снова вырастают леса и так далее И тут получается такой замкнутый цикл, где они практически ничего не тратят Ну в смысле мало тратят на это производство, в основном они тратят на переработку Сегежа занимает более 50% рынка бумажных изделий, 10% рынка деревянного домостроения в России И около 80% продукции приходится на экспорт Принадлежит часть Сегежа холдингу АФК-система, что немаловажно, об этом мы сейчас еще с вами и поговорим Теперь поговорим немножко про последний отчет Сегежа Сегежа у нас выпустила отчет за первый квартал И отчет на самом деле достаточно хороший Выручка компании плюс 96% год к году Ой, да, рост в 2,3 раза Скорректированная чистая прибыль плюс 63% год к году Да, тут надо понимать, что такие метрики они у нас не просто так Они были обусловлены тем, что у нас был куплен Interforest Rus в 4 квартале 2021 года И именно за счет этого компания сильно улучшила результаты деревообрабатывающего сегмента При этом все-таки нужно отметить рост чистого долга, который, конечно же, связан с приобретением Interforest Rus Но при этом отношение чистый долг к ОИБДА оно снизилось А среднеизвешенная процентная ставка на конец первого квартала 5,9% Это на самом деле очень низкая ставка кредитования, учитывая то, какие ставки мы видим сейчас К сожалению, компания в этом отчете не рассказала нам о том, как у нее идет экспорт и какие там есть проблемы Но они отметили, что в марте 2022 года они сильно сократили долю продаж пиломатериалов в европейский регион И перераспределили эти объемы на рынке Китая и Египта В связи с некоторыми логистическими ограничениями и проблемами Кроме того, Сегежа заявила нам о том, что в первом квартале активно развивались поставки на рынки стран Азии, Ближнего Востока и Африки То есть тут Сегежа перенаправляет свои потоки и это и очень и очень здорово Вообще, мировой спрос на пиломатериалы, он достаточно высокий сейчас Инфляция только подогревает цены Ну и еще одна важная вещь заключается в том, что у нас тут точно не будет проблемы с выплатой дивидендов Потому что Сегежа это дочка ФК системы, а ФК системе нужны деньги Она выкачивает их из МТС А МТС она уже выкачала до дна, до отрицательного капитала И точно так же она будет выкачивать деньги из системы Если дивиденды даже будут порядка, ну вот смотрите, 55 копеек на акцию в следующем году То при текущей цене где-то 8,3 Это будет доходность порядка 6,5% Но самое главное не то, что мы имеем 6,5% дивидоходности А самое главное, что мы имеем растущий актив с огромными перспективами И также с перспективами увеличения дивидендов И это точно будет, потому что тут мы играем, скажем так, за одной системой Система выкачивает деньги из Сегежа И мы заодно, как миноритарные акционеры, эти деньги будем получать Поэтому, на мой взгляд, Сегежа это тот актив, который значительно сейчас снизился И 15-16 рублей через 5 лет он точно должен стоить Так что Сегежа это еще одна акция, которая может удвоить ваш капитал на 5-летнем горизонте Кстати, если уж вы досмотрели до этого момента То наверняка ролик вам нравится Или информация представлена здесь кажется полезной Поэтому давайте с вами проведем небольшой флешмоб Поставим лайк под этим видео Ну, только в том случае, если оно вам действительно нравится Лайки под этим видео очень сильно помогут продвижению этого канала И будут только мотивировать меня снимать для вас новые видео Ну и, конечно же, не забудьте подписываться на этот YouTube канал Чтобы не пропустить следующие ролики Ну, а мы с вами пойдем дальше и переходим к акциям АФК-системы Что ж, какая была у нас раньше идея в АФК-системе? Она заключалась в том, что у нас акции стоили значительно дешевле внутренних составных частей компании Сейчас мы напомним, какие там внутренние составные части И заодно посмотрим на отчет АФК-системы Который она опубликовала вот за первый квартал 2022 года Что ж, выручка группы выросла на 26% Скорректированная ОИБДА плюс 22% Рентабельность по скорректированной ОИБДА 32% Показатели, надо сказать, неплохие Я бы их назвал такими умеренно позитивными Чистый убыток в доле АФК мы еще с вами его разберем Минус 18,5 миллиардов рублей И годом ранее было минус 2,4 Если брать скорректированный чистый убыток То скорректированный чистый убыток у нас минус 10 миллиардов против минус 2,4 в прошлом году Ладно, давайте заглянем в отчет На самом деле, как я еще раз вам сказал, результаты в принципе неплохие Основными драйверами роста выручки компании здесь стала Сегежа и Агрохолдинг Степь Напомню вам, что Сегежа-то уже на IPO вышла А вот Агрохолдинг Степь еще не вышел на IPO А перспектива у этого актива очень и очень хорошая Обе эти компании показали огромные темпы роста финансовых метрик Ну про Сегежа мы уже говорили Про Агрохолдинг Степь еще скажем На самом деле Метси и Бенофарм тоже показали достаточно неплохие результаты Но с точки зрения рентабельности там все не так здорово, как у Сегежа и у Агрохолдинга Степь Но в целом-то, как вы видите, общая выручка группы плюс 26% За счет чего? МТС Ну смотрите, МТС тут у нас все хорошо Рост доходов от услуг связи Развитие сервиса умной таргетированной рекламы Ну и прибыль растет вследствие роста доходов от телекоммуникационного сегмента Повышение маржинальности компаний и оптимизации расходов в розничной сети компании Ну и дивиденды, конечно же, МТС платит шикарные И часть этих дивидендов идет у нас в АФК-систему, конечно же Идем дальше, про Сегежа групп мы уже говорили Тут у нас увеличение объемов реализации, во многом за счет приобретений, конечно Тут был еще положительный эффект от ослабления курса рубля Ну и вообще операционная эффективность компаний, она тоже увеличивается Сегежа это отличный актив в составе АФК-системы Агрохолдинг стейп еще один шикарнейший актив в составе холдинга Тут у нас был рост объемов производства, рост объемов реализации, особенно молока А также интенсивное развитие трейдинга различными нишевыми культурами Ну и тут нужно сказать, что прибыль ОИБДА Агрохолдинга стейп Она у нас тоже выросла В результате эффективной реализации остатков рекордного урожая прошлого сезона И роста эффективности показателей в трейдинговых сегментах и в сегменте молочное животноводство Медси также дал нам рост выручки за счет увеличения потока пациентов Открытия новых клиник и выручки от приобретения клиник, которые они приобретали в 2021 году Также у нас представлены уже в отчете консолидированные результаты Бинофарм Групп Результаты достаточно хорошие, экспортные продажи в первом квартале 2022 года более чем удвоились Благодаря росту продаж во всех странах, где были открыты представительства компании Ну и если мы посмотрим на результаты корпоративного центра То, как я уже говорил, тут у нас убыток И по скорректированному показателю у нас тут тоже убытки Это все на самом деле связано в основном с созданием резерва по отложенным налоговым активам на уровне КЦ В тем, что у нас снизилась рыночная стоимость акций Озон А Озон, как вы помните, это у нас тоже дочка системы Ну и нужно еще напомнить, что система может быть одним из претендентов на покупку Икеи А учитывая то, что в системе внутри есть Сигежа Групп Я думаю, вы понимаете, к чему тут все идет Так вот, мое мнение по поводу системы Смотрите, она раньше стоила дешевле своих составных частей Так вот, если мы возьмем текущую ситуацию Она также стоит примерно в два раза дешевле своих составных частей Причем составные части, возможно, стали еще даже и лучше Способ монетизации этих составных частей тут очень простой и понятный Они выводят дочки на IPO И надо сказать, что они планировали вывести Бенофарм, Степь и Метси на IPO Но, естественно, эти планы были сорваны В связи с вами, понимаете, с чем Но IPO уже возвращаются на российский рынок Уже скоро будет проводиться новый IPO на Санкт-Петербургской бирже И я уверен, что IPO скоро точно вернутся И я думаю, что они вернутся уже в этом году глобально И, может быть, даже в следующем году мы можем с вами ожидать новых IPO от компании Система Поэтому, если учесть эффект роста составляющих активов Которые к 2023 году могут стоить еще дороже, чем сейчас То тут нужно сказать, что система реально должна стоить, ну, как минимум, рублей 30 Ну, фактически мы видели, что она вот стоила тут и 36 рублей И она упала с этих отметок И я думаю, что к 30 рублям система вполне себе должна вернуться И это может случиться раньше, чем через 5 лет Но тут еще надо, конечно, сказать, что в данной компании мы делаем все-таки небольшую ставку на то Что у нас глобально в стране и с санкциями ситуация будет как-то налаживаться Если мы такую ставку делаем, то это практически гарантированная идея Если нет, то тут, конечно, уже становится труднее Но перспективы роста все равно есть Еще один минус, который есть в системе Он заключается в том, что они так и не вернулись к старой дивидендной политике И дивиденды тут чисто символические Но пока это в определенной мере оправданно Учтите, что если дивиденды у системы вырастут, то они могут еще неплохо так переоцениться Часто, походу, народ ни на что не смотрит, кроме дивидендов Но вот система это красная история, которая сейчас с большим дисконтом Потому что дивидендов тут никаких нет Но с точки зрения фундаментала тут, конечно, есть перспективы роста Окей, идем с вами дальше И тут мы поговорим про мать и дитя Но одну важную вещь скажу перед тем, как мы обсудим эту компанию Дело в том, что мать и дитя торгуются не в виде акций, а в виде депозитарных расписок Тему с расписками я уже поднимал на своем телеграм-канале Где описывал вам все возможные преимущества того, что такие расписки сейчас торгуются с дисконтом Так и описывал все возможные риски И вот, кстати, чтобы такие полезные посты не пропускать Еще раз вам напоминаю, обязательно подписывайтесь на мой бесплатный телеграм-канал Там вы сможете получить достаточно большое количество полезной и актуальной информации Ссылка на телеграм в описании под этим роликом Так вот, по поводу мать и дитя Я считаю, что все-таки расписки компаний, которые зарегистрированы на Кипре Тут у нас не будет каких-то серьезных проблем Первое, с редомиляцией Ну, а во-вторых, уже с конвертацией и расписок в акции Это уже будет делом техники Ну, а мать и дитя, ТКС и Русагра, они у нас находятся на Кипре Мать и дитя, это у нас специализированная медицинская компания Занимаются они в основном акушерством, гинекологией и педиатрией Но с тех пор они значительно расширили свой портфель услуг Вообще, по оценкам многих аналитических компаний Среднегодовые темпы прироста частной медицины в России до 2025 года Могут составить порядка 10% в год При этом спрос на услуги таких вот крупных частных медицинских компаний Он будет расти не только за счет розничных клиентов Но и за счет страховых компаний Которые включают лечебные учреждения мать и дитя В программы ДМС для многих своих клиентов Компания показывает действительно очень неплохие темпы роста Более того, сейчас компания уже неплохо диверсифицирована Там они оказывают и стационарные услуги, терапия, хирургия, эко-педиатрия Акушерство, гинекология, роды, онкология, поставка медикаментов И различные прочие медицинские услуги Компания сейчас особенно активно развивается в регионах И там действительно есть куда расти Чтобы вы понимали, выручка в 2021 году выросла на 30% Ебеда на 37% Чистая прибыль на 41% Ну и надо отметить, что компания имеет очень низкую долговую нагрузку И достаточно устойчивый денежный поток В 2021 году чистый долг сократился практически на треть А коэффициент чистый долг и беда там был порядка 0,2 То есть практически нет у компании чистого долга Компания также отчиталась за первый квартал Результаты я оцениваю как очень и очень хорошие в текущих условиях Общая выручка группы выросла на 7,7% Like for like выручка выросла на 6,2% По операционным метрикам тут у нас есть некоторое замедление роста Но в целом рост у нас все-таки продолжается Генеральный директор отметил, что несмотря на сложные внешние условия Компания продемонстрировала уверенные результаты Продолжив диверсификацию портфеля услуг И работу над дальнейшей экспансией в российские регионы И вот действительно я считаю, что в регионах у них есть очень и очень много места для развития Также у них есть некоторое снижение нагрузки стационара Лапина-4 По мере ослабления пандемии, поскольку этот стационар был специализирован и использовался под ковид По текущим заявлениям менеджмента компания планирует также вот расширяться в регионах Будет открывать новую клинику в Екатеринбурге во втором квартале Будут они также развивать их кластер комплексов Лапина В общем у компании все идет достаточно неплохо Даже если у них рост замедлится, то перспективы все равно очень и очень хорошие А если мы посмотрим, сколько стоит такая акция роста Стоит она всего лишь 5 пи наи Ну и 3,9 энтерпрайз вэйли к ебеда При отсутствии долга, при очень хороших перспективах роста При высокой рентабельности активов и капитала При высокой рентабельности к ебеда Ну дивидендов тут не будет, понятное дело, потому что это депозитарная расписка Просто у нас сейчас не ходят туда-сюда за рубеж и обратно денежные потоки Поэтому дивиденды мы с вами сможем ожидать только когда произойдет редомиляция компаний Ну и когда у нас после редомиляции расписки конвертируют в акции Тогда мы можем получать очень и очень хорошие дивиденды Доходность сейчас даже не буду загадывать Но надо сказать, что если у них прибыль будет расти То дивиденды могут быть очень и очень хорошие, если вы купите компанию по текущим котировкам Ну и я думаю, что эта компания также является кандидатом на удвоение Поскольку мы уже видели цены порядка 800 рублей за акцию На мой взгляд, 800 рублей это практически справедливая цена, если бы не было каких-то санкций Но сейчас у нас есть шанс купить компанию с дисконтом в 50% И от этих 400 рублей мы с вами можем улететь выше 800 на горизонте следующих 5 лет Но еще раз вам отмечу, что это все-таки депозитарная расписка И тут есть специфические риски, которые связаны с тем, что это именно депозитарная расписка А не обыкновенная акция, которая у нас торгуется на московской бирже Да, они у нас торговаться-то скорее всего будут Но дивидендов мы по ним пока точно не увидим Ну а теперь, когда вы услышали все эти идеи Обязательно поставьте под этим видео лайк, чтобы поддержать этот канал Я буду этому очень рад Если это видео наберет достаточно много лайков То я сниму подобное видео по американскому рынку Так что давайте постараемся И когда это видео выйдет, чтобы его не пропустить Вы обязательно на канал подпишитесь и на колокольчик нажмите Потому что если вы на колокольчик не нажмете То вам уведомления не будут приходить о новых роликах И вы их можете пропустить Ну а на этом я пожелаю вам удачи в инвестициях И скажу, что это действительно долгосрочные идеи Да, сейчас мы рынок можем увидеть еще и ниже текущих отметок Это действительно так Но в принципе, если вы инвестируете на долгосрок То начинать покупать, наверное, уже можно Всем пока!